Обработка ошибок будут работать и обслуживать не специалистов, не программистов. Конечно, создание таких систем требует обработки ошибок. Обработка ошибок – важнейшая тема в любом языке программирования. Я вам расскажу о том, как это сделано в HomeLisp. В CommonLisp это сделано похоже, но более сложно. Желающие могут об этом почитать, например, в книге Пола Грэма. В HomeLisp обработка ошибок выполняется достаточно традиционным образом. Посмотрите, как. Имеется специальная форма, которая называется Try-Except. Между Try и Accept мы помещаем так называемый критический участок кода. Это критический участок кода. Это код программы, который потенциально может вызвать ошибку. В котором мы ожидаем возникновения ошибки. Понятно, что, строго говоря, ошибка может возникнуть где угодно. Но обычно в качестве критического участка кода берут те места, где данные вводит пользователь. Потому что пользователь может ошибиться. Или какие-то вычисления, которые могут пойти не так, если исходные данные неправильны. Короче говоря, критический участок кода. После атома Accept. Атом Accept это просто атом, он ничем остальным не интересен. Идет код, который реагирует на ошибку, если она возникнет. Если критический участок кода выполнился без ошибок, то секция Accept никогда управления не получит. И следующей будет вычисляться форма, стоящая после try. Вот давайте посмотрим, как это работает. Вот простая рекурсивная функция, которая вдвое увеличивает каждый элемент числового списка. Мы таких функций уже много написали. Сейчас мы могли бы написать через MapCar, через Iterate. Ну вот простая рекурсивная реализация. Голову списка увеличиваем вдвое и применяем функцию к хвосту. Консолидируем вот эту удвоенную голову с результатом применения нашей функции на хвосте списка. Давайте проверим нашу функцию, как она работает. Даем на вход список 1, 2, 3, 4 и получаем 2, 4, 6, 8. Все нормально. Даем список 1, 2, а, 4 и налетаем на ошибку times. Один из аргументов не число. Times это, напоминаю, функцию умножения. У нас возникает состояние ошибки. Error state. А вот если мы напишем вот так, заключим вызов нашей функции в критическую секцию, а после except напишем printsline, вы ошиблись. Тут я немножко сам ошибся. Слова вы ошиблись будет напечатаны без объемлющих кавычек. Будет просто напечатано вы ошиблись. Если мы напишем printline, то будет с кавычками, а printsline без кавычек. Вот в данном случае состояние ошибки не возникает, а просто управление получает критическая секция, которая печатает предусмотренный результат. Вот простейший случай обработки ошибок. Значит, тут проблема вот в чем. Критический участок кода на самом деле должен быть одной формой. Одной формой. Но бывает так, что в критическом участке кода нужно разместить несколько форм. Для этого можно использовать нерассмотренные еще пока нами конструкции прог, прог-n, прог-1, прог-2. А можно просто использовать лет. Если мы на месте критической секции поставим лет, то тело лет может состоять из нескольких форм. Вот и решение. Ну и кроме того, вызовы try могут быть вложены. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да, но прежде чем посмотрим, вот несколько функций, которые позволяют объединить несколько форм в одну. Они применяются в тех случаях, когда на этом месте должна быть одна форма, а нужно употребить несколько. Функции прог-1, функции прог-2 и функции прог-n. Все эти функции выглядят вот так. Их вызов. Прог-1, а дальше форма, форма, форма. Разница в возвращаемых значениях. Когда вызывается прог-1, то результат всей прог-конструкции это значение формы первой. Когда прог-2, формы второй. А когда прог-n, последней формы. Ну, я полагаю, что вы уже достаточно опытные лисперы, чтобы понять, как этим пользоваться. Ну, еще раз говорю, можно использовать лет. Вот разноцветный пример. Что он показывает? Смотрите внимательно. Здесь зеленая конструкция лет имеет вложенную конструкцию синего цвета. Трай. И в нее вложена синяя трай. Вот смотрите. Мы на верхнем уровне создаем две переменные. Х и у. Присваиваем их с первоначалу по нулю. Потом х присваиваем 12. А потом пытаемся присвоить t значение 66. Но атом t самоопределенный. А тому t значение присвоить нельзя. Это вызовет ошибку. При этом сработает нулевой блок. Поэтому в качестве результата в этом случае будет возвращен атом r-0. Ну, то есть внешне состояние ошибки не возникнет. Форма выполнится правильно. Ошибка будет перехвачена и подавлена. И в качестве результата будет выдано r-0. А до внутреннего трай дела даже не дойдет. Потому что состояние ошибки возникнет раньше и раньше будет перехвачено. А вот в этом случае, когда я создаю, тут тоже два вложенных блока, но внешний блок отработает правильно. А внутри, вот оператор выделенный красным, здесь будет деление на ноль. Потому что y равно нулю. И именно здесь сработает перехват. И в качестве результата вернется не r-0, а r-1. А опять-таки состояние ошибки, error state, этого ничего не возникнет. Вы можете это проверить в HomeLisp. Это именно так и будет работать. Теперь, иногда бывает нужно получить доступ к сообщению об ошибке. Вот доступ к сообщению об ошибке можно получить только если состояние ошибки возникло и в секции Accept. Есть функция без параметров, она называется Error Message. Именно она и возвращает как результат текст сообщения. Ну вот, например, посмотрите здесь. Я нарочно вызываю ошибку, пытаюсь два разделить на ноль. А в секции сообщения я просто с помощью функции Say, функция Say выводит свой результат в диалоговом окне Windows. Она просто берет строку сообщения и вытряхивает его в диалоговом окне. Ну, в данном случае просто получится вот то сообщение, которое вышло бы у нас в область вывода среды HomeLisp. Сейчас у нас выйдет в виде диалогового окна. Ну и, кстати, функция Save всегда возвращает t, поэтому и вот эта форма после вычисления тоже вернет t. Кроме того, состояние ошибки можно искусственно вызвать. Для этого служит функция RaiseError. Ну, RaiseError дословно означает, ну, зажечь, возбудить ошибку. Ну, вот тут некий код совершенно бессмысленный, который пытается извлечь квадратный корень из отрицательного числа. Ну, число может быть положительным, или если число положительное, то корень извлекается, а если число отрицательное, то возбуждается ошибка с сообщением неверны параметры. И вот если мы этот код выполним просто как он есть, то когда мы даем 6 из 2, у нас, естественно, от 6 отнять 2 получится 4, квадратный корень из 4 это 2 точка 0, вот он напечатается. А если мы 6 и 2 поменяем местами, у нас будет сделана попытка, ну, у нас z станет минус 4, и в этом случае будет видно сообщение неверных параметров. И при этом возникнет состояние ошибки, потому что мы его не перехватывали, мы его сами возбудили. Если бы мы ничего здесь не писали, а просто попытались бы извлечь квадратный корень, то в зависимости от версии ядра, у меня комплексные числа появились далеко не сразу, в старой версии ядра была бы ошибка, было бы выдано сообщение, что квадратный корень из отрицательного числа извлечь нельзя, а в последней версии просто получилось бы комплексное число. Вот мы с вами закончили обработку ошибок. При необходимости вы можете с этими возможностями покопаться сами. А мы пойдем дальше. Строки. Строки это очень важный тип данных, но нам все-таки предстоит что-то делать в мастерской, тем из вас, кто захочет в ней участвовать. Ну, без строк, наверное, обойтись трудно, поэтому небольшая врезочка о строках в хоум-лиспе. Это самостоятельный, так сказать, тип данных, и для манипулирования строками в хоум-лиспе используются строковые функции. Числа и строки можно взаимно преобразовывать друг в друга. Ну, я хотел сказать, что целые числа на самом деле хранятся как строки, как десятичные строки, но строками не являются. У чисел индикатор фиксит, у строк индикатор стринг. Поэтому, если мы пытаемся плюсом сложить две числовые строки, у нас ничего не получится. Для манипулирования строками есть довольно большой набор строковых функций. Все они начинаются на префикс str. Вот некоторые из них. Сцепить строки. Strcat. Это функция с неопределённым числом параметров, и она просто объединяет, склеивает строки в одну длинную строку. Strcmp – это сравнение строк на больше-меньше. Она возвращает 1, если первое больше, 2, ой, минус 1, если первое меньше, и 0, если строки идентичны. Strcmp – это вырезка из строки. С начального символа первым параметром даётся строка. Параметр нач задаёт начальную позицию вырезки, ду задаёт количество символов вырезки. Как вы знаете, каждый символ имеет код оски. Вот функция strchr принимает на вход целое число, на выход возвращает один символ, его эквивалент в коде оски. Соответственно, strc берёт первый символ строки, первый или единственный, если строка из одного символа, и возвращает его код оски как число. Strlmp – длина строки, strlp – замена под строки. В первом параметре все вхождения второго параметра заменяются на третий. Тут написаны некоторые функции. Полный список функций с развернутыми примерами демонстрация его заняла бы слишком много времени, а в моей документации всё подробно описано. Вы можете зайти и посмотреть. Теперь о функциях преобразования. str2fix делает попытку преобразовать строку в число, если, конечно, строка состоит только из цифр. fix2str делает обратное преобразование. Ну и, соответственно, для str2flo и для str2str – это взаимное преобразование чисел с плавающей точкой из строковой формы в числовую. Ну и так далее. Как вводить и выводить строки? Для диалогового ввода строк имеется функция ask. Это стандартное диалоговое окно Windows. Вся информация, которую набьёт пользователь, вводится как строка. Даже если это, допустим, список скобок атомов, он всё равно будет в строковой форме. Если мы хотим превратить его в нормальное s-выражение lisp, к этой строке нужно применить функцию input. Функция input читает строку и делает из неё корректное s-выражение lisp. Это ask. Можно задать приглашение. Ну, обычно в диалоговых окнах приглашение выглядит так. Введите то-то. И в область ввода человек вводит, нажимает ок, и программа начинает обрабатывать введённые данные. Say, ну мы уже пользовались этой функцией без особого объявления. Это просто вывод строки в диалоговом окне. Поэтому на home-листы hello world пишут очень просто. Say hello world. И всё. Вот и вся программа. Read – это чтение s-выражения с консоли. Не из диалогового окна Windows, а с консоли. Это немножко другое. Ну вот я вам уже сказал, что s-выражения и строки можно преобразовывать. Они устроены совершенно по-разному. Строка – это просто набор символов. А s-выражение – это сложная списковая структура. Функция input берёт строку и преобразует её в s-выражение. Функция output берёт s-выражение и преобразует его в строку. Вот эти две функции очень важны. Они часто помогают. Ну, со строками краткий экскурс – это всё. Теперь давайте рассмотрим файлы. На файлах мы сегодня закончим, но файлы тоже надо рассмотреть. Так же, как и строки. Файлы – это специальный тип. Для того, чтобы открыть файл или создать новый файл, нужно вызвать функцию fillOpen. Кстати, все файловые функции начинаются на fill. Поэтому их легко определить. Как все строковые функции начинаются на str, так все файловые функции начинаются на fill. И вот вызов fillOpen довольно сложен, в том смысле, что в нём много параметров. Во-первых, мы должны выбрать какой-то атом, который впоследствии будет идентификатором этого файла. Мы поэтому манипулировать файл будем посредством вот этого атома. Дальше вторым параметром задаётся полное имя файла в операционной системе. Ну, там с буквами диска и прочее. А метод доступа – это на самом деле константа. Числовая константа от 0 до 6. Она задаёт режим обработки. Имеются вот такие встроенные константы. Они все начинаются на подчёрк. Input, Output, Append, Binary, Read, Binary, Read, Write и TextEray. Всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего их 7. От 0 до 6. Разберём, что есть что. Если мы открываем файл в режиме Input, то он открывается для текстового доступа. То есть из него будут читаться строки до конца строки порциями, как мы привыкли с текстовыми файлами. При этом, если файла нет, возникает ошибка. То есть нельзя открыть несуществующий файл. Если мы открываем файл в режиме Output, он создаётся для вывода тоже текстовыми строками. Если файла нет, он создастся. Если файл есть, его прежнее содержимое будет затёрто. Если мы открываем файл в режиме Append, то тогда он ведёт себя как Output. То есть если такого файла нет, он будет создан. А если такой файл есть, то запись будет осуществляться в его конец, в его хвост. Ну, наверное, вы с этим и так знакомы, и без LISP. Два следующих метода доступа, точнее три следующих метода доступа, BinaryRead, BinaryWrite и BinaryReadWrite, они рассчитаны на работу с двоичными файлами. В этом случае файл рассматривается как поток байтов, который можно читать с любой позиции и в любом количестве. Если мы открыли файл в режиме BinaryRead, то допустима операцией только чтения, писать в него нельзя, попытка записать в такой файл вызовет ошибку. Если мы открыли файл только для записи, то его нельзя читать. А если мы открыли файл в универсальном режиме ReadWrite, то тогда с ним можно выполнять и чтение, и запись. И последний режим TextArray, он тоже относится к текстовому доступу, как и первые три, но у него есть возможность, он рассчитан только на чтение, и он позволяет текстовый файл читать в произвольном порядке. Смысл здесь вот в чем. При открытии текстового файла в режиме TextArray создается индексный указатель, записываются положения всех строк этого файла, и после этого строки файла можно читать в произвольном порядке. После первого прочитать сотую, после сотой вторую. Обычные методы доступа этого сделать не позволяют. Ну а теперь о файловой операции. Файловая операция выполняется уже проще. Если мы файл успешно открыли, то уж работать с ним достаточно просто. FillGetLine – это чтение очередной строки из текстового файла. Она, функция, прочитывает текстовую строку и возвращает её как результат. Но дальше эту строку нужно либо чему-то присвоить, либо куда-то передать. Ничего лишнего. Соответственно, fillPutLine записывает в строку STR в файл, заданный файловым идентификатором, FID. Дальше. Логическая функция fillEWF проверяет, достигнут ли конец файла при чтении. Значит, она возвращает T, если мы прочитали уже последнюю строку. Если конца ещё нет, будет NIL. Функция fillLine возвращает длину файла в байтах. Ну и так далее. Опять-таки, полный список всех файловых функций приведён в документации. Ну, просто перечислять функции, наверное, нет большого смысла. Ну, давайте рассмотрим пример. Вот у нас, что мы делаем. Открываем файл tasks.lsp в режиме input. То есть, будем его только читать. То, что нам в качестве результата вернулся индикатор, вернулся идентификатор FID, говорит о том, что файл успешно открылся. В противном случае была бы ошибка. Кстати, обратите внимание, что свойства файла хранятся в его списке свойств. Проверять этот список не обязательно, но если проверить, то мы увидим, что Atom.fi теперь представляет файл, его имя tasks.lsp, его внутренний handle 2, ну, это внутренний номер файла, и его режим обработки 0, а 0 это как раз input. Теперь читаем строку, и она сразу печатается на консоли. Построить список атомов, входящих в данный список. Читаем следующую строку, строка подчерков, ну, и так далее. Потом мы файл закрываем, fill close в случае успешного закрытия возвращает t, просим список свойств атома фи, и видим, что он весь удалился. Потому что фи теперь не файл, а просто чистый атом. Вот пример работы с файлом. Если мы используем двоичный доступ, то все несколько сложнее, потому что для того, чтобы читать данные двоичные и писать их откуда-то, нужно иметь соответствующие буферы в оперативной памяти. Для этого в HomeLisp имеется разработан специальный тип данных, который называется блок, binary large object. Для того, чтобы создать блок, мы вызываем функцию block.create, на вход даем два параметра, атом, который станет потом идентификатором этого буфера, и его длину в байтах. Соответственно, когда нам этот блок уже не нужен, мы его уничтожаем, вызвав функцию block.deстрой. Все функции работы с блоками тоже имеют префикс block. В документации вы их легко найдете. Вот пример. Создаем буфер B1 на 200 байтов. Кстати, смотрим список свойств и видим, что атом B1 стал блоком, у него стандартный индикатор блок, размер его 200, и внутренний номер 1. Внутренний номер нас не особо волнует. Теперь смотрите, что мы делаем. В текущей директории, например, лежит файл pokazit.exe. Мы открываем этот файл, в режиме binary read и прочитываем 200 байтов в наш буфер B1. Мы успешно прочитали, но что нам от этого толку? Как внутрь блоба заглянуть? Как увидеть, что там? Есть способ. Есть функция block dump звездочка, которая на вход принимает блок. Если на вход дать атом не являющимся блоком, то будет ошибка. Но если там блок, то тогда вот эта функция автоматически выводит в консоль вот такую симпатичную картинку, с которой многие, наверное, сталкивались и раньше. Это так называемый символ на 16-серичный dump. Единственное отличие, что нумерация байтов идет не с нуля, как принято у программистов, а с единицы. Ну вот видно, те, кто знает, как устроен экзешник, видно, что это действительно досовый экзешник. Именно досовый. Не виндузовый. Досовый. Ну а потом мы закрываем файл и удаляем буфер. Все завершается в принципе вполне нормально. Да, я вам уже сказал, что для работы с блогами имеется набор функций, которые все начинаются с бло. Ну, эти буферы служат в основном для работы с файлами. Хотя их можно применять и там, где нужно просто работать с какими-то неструктурированными байтовыми данными. Вот. На сегодня у нас все закончено. Поскольку сегодня суббота, вообще выходной заданий домашних я вам не задаю. Поэтому всего хорошего. До новых встреч.